Всем привет, ребята! Сегодня у нас будет такое коротенькое видео про CoinValet, а точнее, как с его помощью нам можно сейчас заработать. Ни для кого не секрет, что сейчас у нас проходит ивент Мировой Футбол, вот чемпионат мира по футболу, и на этом можно заработать тоже в криптовалюте. Как это сделать, сейчас я вам быстренько все расскажу, вложения, опять же, не потребуются, но, возможно, прокси, если у вас там будут ошибки, и вам будет не пускать рефералов, но обо всем по порядку. Сейчас для начала я вам с телефона просто покажу, что это за приложение, потом расскажу, как бесплатно там получать очки. Итак, включил запись, заходим, у нас есть вот такое вот приложение CoinValet. Что это такое? Это как бы кошелек от биржи Coin, Coin, я думаю, знают все. Вот это просто их кошелек. Сейчас у них в кошельке проходит такая акция, мы за регистрацию и за приглашение друзей и рефералов будем получать по 20 очков. Эти очки можно использовать для того, чтобы ставить ставки, вот, как бы по футболу, там, кто победит, там, не знаю, Бразилия или Япония. Я в футболе не силен, поэтому я просто свои прогнозы искал в гугле, там, вообще, какие-то заходили, какие-то не заходили, и вот зато, то, чем больше вы будете побеждать и тем больше, чем у вас будет очков, тем больше вы будете подниматься в таблице рейтинг. Давайте я вам покажу. Мы заходим в приложение, заходим в Dubs, заходим в мировой футбол, чемпионат. Сейчас оно немножко пригружается. Вот видите, вот сегодня, например, можно было сделать две ставки, одну я пропустил, на вторую поставил 50 очков. У меня сейчас 1600 очков, и я сейчас занимаю место в рейтинге. Сейчас давайте посмотрим. Я занимаю 16 место, вот он я, 16 место, и мне насыпят 147 баксов, то есть приятно. И для того, чтобы мне там, например, насыпали там 154 бакса, мне нужно всего лишь там чуть меньше 100 очков. Данный такой ивен будет до 18 декабря, поэтому, сейчас, сегодня у нас какое число? Сегодня у нас 6 число, поэтому время еще есть. Видео, я думаю, выложу седьмого, либо, возможно, сегодня же. Вот, поэтому можно, в принципе, начинать получать очки и, в принципе, попытаться забрать свое место в рейтинге. Здесь всего 200 мест, и для того, чтобы получить, там за 200 место дают, там, что-то, вроде бы, 30 баксов или 40. При том, что там очков вообще нужно мало для того, чтобы их получить. Поэтому, в принципе, ребята, я советую вам все-таки потратить немножко времени и получить здесь халявные, там, 30-150 баксов. Итак, как же это все дело обузить? Давайте переходим на комп. Для начала нам что понадобится? Нам понадобится наш любимый эмулятор. Так, это я вам показал. Я обычно использую LD-плееры, как вы помните, но сегодня я буду использовать BlueStars. Почему? Потому что, когда вы в LD-плеере устанавливаете этот CoinWallet и пытаетесь с него зайти, оно вам пишет, что вы используете эмулятор, то есть оно палит, и поэтому не дает вам пройти регистрацию. В BlueStars такого нету. Запускаем BlueStars 5, именно мультиплеер. Вот, его скачаете в интернете, он полностью бесплатный. Создаем новый аккаунт, ну, точнее, новое окно. Новое окно, здесь дальше. Здесь все рандомное поставил, не разбирался даже. Нажимаем Start. Итак, мы зашли в наш аккаунт. Теперь мы заходим в PlayMarket и заходим, как бы, в свой аккаунт PlayMarket. Я вам советую, для многих аккаунтов в PlayMarket, просто использовать, точнее, Google Play, Google Play, использовать одну почту. То есть, вам не нужно много Google Почты, используйте всегда одну почту и заходите просто в разные аккаунты. То есть, вот, например, на этом аккаунте я буду использовать свою почту, там, Банлайф Топ. На втором тоже Банлайф Топ и на третьем, на четвертом, на пятом. Ну, то есть, не нужно создавать новые аккаунты, оно и так, в принципе, работает. Сейчас я зайду в свой аккаунт. Так, мы зашли в аккаунт, теперь ищем KuCoin Wallet. KuCoin Wallet. Вот он у нас есть, такой зелененький. Устанавливаем, он весит 18 МБ, то есть, вообще фигню. Проходит установка. И его же сразу открываем. Создаем новый кошелек. Принимаем. Вводим какой-то пин-код. Два раза его повторяем. Я принимаю. И здесь просто пропускаете это пока что. Никнейм, пусть будет, там, тест, там, 3. Свой никнейм. Вот, если это вы будете кошельки эти использовать, то есть, на данных кошельках тоже пробовать свою удачу, потому что здесь аррегистрацию дают 40 очков. То есть, чисто теоретически, вы можете создать 10 кошельков разных. И пробовать, там, если вы даже ничего не разбираетесь в футболе, там, с одного аккаунта на одну страну, со второго аккаунта на вторую страну. Вот так как бы подниматься в таблице рейтинга. Так, это мы пропускаем. Идем в Dubs. Идем в мировой футбол. Вот, видите, мы зашли в наш аккаунт. Сейчас оно немножко приближается. У нас на аккаунте 40 очков. Все, то есть, мы можем спокойно ставить ставки. Здесь не можем, потому что они как бы уже идут эти матчи. Нужно ждать следующего дня. 40 очков. Потом просто закрываете, создаете новый аккаунт и так гоняете по кругу. Для того, чтобы сделать этот аккаунт реферальным, вы должны ввести вот в данное окошко свой реферальный код. В свой реферальный код вы берете с основы вот в этой вкладочке. Заработать очки. Invite. И копируете ваш реферальный код. Потом его будете как бы советовать своим друзьям. Вот. Все, мы это мы закрываем. Оно нам не нужно. Смотрите, такое дело. Если вы будете в симуляторе регать много аккаунтов, оно вас не пустит. Потому что оно будет палить, что вы как бы сидите с одного айпишника, и вас будет такая вот ошибка выдавать. Вот если я вам сейчас пытаюсь себе же рефералы этого поставить, у меня будет выдаваться ошибка. Вот оно, мол, говорить, типа, с одного устройства нельзя там больше нескольких этих. Для того, чтобы это обойти, есть как бы два решения. Первое, это сменить айпи. Сменить айпи можно двумя решениями. Это либо скачать себе такую программку, которая называется Proxy Fire. Так-так-так-так-так. Proxy Fire. Вот. Она на 31 день бесплатная. Потом как-нибудь разберетесь потом. Сейчас она запускается. Сейчас покажу быстренько, как ей пользоваться. Просто не хочу долго затягивать видео, потому что Proxy будет использовать не все, поэтому это не всем пригодится. Вы зашли в программу, нажимаете файл, новый профиль, нажимаете профиль, Proxy Server, нажимаете добавить, все, добавляете адрес, порт, протокол, SOX 5, добавляете юзернейм, пароль, нажимаете ОК. Все, как бы у вас Proxy, на полностью компьютеры, то есть не на браузере, а на полный компьютер у вас идет Proxy. Если вы хотите сменить его как в аккаунт, то есть поставить другой Proxy, этот профиль вы сохраняете, тоже нажимаете сохранить профиль, там как-то его называете, нажимаете, снова новый профиль, снова по кругу. Для того, чтобы зайти в старый профиль, нажимаете файл, менеджер профилей, выбираете свой профиль, снова в него заходите, все, у вас Proxy обновились на те, которые стояли в этом профиле. Это раз, вариант. Второй, это ставить точку доступа, менять, то есть у вас с телефона вы можете раздавать Wi-Fi, там сдавать, отключаете свой Wi-Fi, которым вы подключены, но если вы подключены, раздаете мобильные данные и точку доступа. Потом как бы с телефона, с телефона, с ноутбука, с компьютера подключаетесь к этой данной точке доступа и у вас меняется IP-шник. Вот, то есть потом вы создаете аккаунт на новом IP-шнике, снова выключаете точку доступа, ждете там 15 минут, 15 минут, 15 секунд, включаете точку доступа и снова уже подключаетесь к ноутбуку и у вас опять будет меняться IP-шник. Вот, то есть это как такие способы, можно их использовать. если же она будет все равно пытать писать вам что как бы девайс один и тут же ничего нельзя вам нужно просто будет регистрации девайса сейчас это закрыть нужно будет сменить вот здесь когда вы сделаете новое окно новый аккаунт 64 и просто поменять здесь настройки то есть невысокие средние здесь не 4 ядра 2 ядра и все то есть вы создаете вас как бы уже создается вообще другой аккаунт видите он даже скачивается немножко докачивается вот у вас как бы не будет той ошибки что вам реферала не дает зарегистрировать в принципе для новичков чтобы не тратить деньги на прокси я вам советую просто создать там 10-15-20 аккаунтов потому что абсолютно бесплатно и просто стараться выиграть на ставках то есть делать как будто вилки с одного аккаунта ставите на победу одной команды со второй аккаунта на победу другой команды в принципе все в этом и будет заключаться 4 декабря то есть в принципе вы уже два три дня могли ее обузить вот сегодня завтра постараюсь записать еще одно видео уже про testnet вот расскажу почему я решил снять про тестнет наконец-то таки. Вот. И тоже покажу, как его обузить. Опять же, все как всегда, поэтому не пропускайте видосы. Всем удачи, ребята, и всем профита. Всем пока.